Часки затемнения, очаги и мелкие фокусы. Поражено здесь верхняя доля правого легкого. На этом черно-белом снимке запечатлен нередкий гость в легких человека туберкулезами. Кобактерии, вызывающие эту болезнь, скрытные существа. Они могут поселиться в органах и долго не давать знать о себе. Симптомы появляются спустя время, когда бактерии в легких серьезно обжились. Чтобы запущенная болезнь не стала неприятным сюрпризом, врачи краевого фтизиопульмонологического диспансера рекомендуют один раз в год проходить флюорографию. Нагрузка на кабинет в день у нас где-то примерно 60-80 человек. И как часто выявляете такие случаи? В какие-то дни выявляется несколько человек, в какие-то никого нет профилактические. Если проходит по контакту, если больные проходят по контакту с больными туберкулезом, то тогда в ближайшем окружении мы выявляем довольно-таки часто. Как раз раннее выявление туберкулеза и позволяет забайкальским врачам высоко держать планку в лечении туберкулеза, а краевому фтизиопульмонологическому диспансеру оставаться флагманом фтизиатрии Дальнего Востока. Все это благодаря современным методам диагностики и лечения, регулярным профилактическим осмотрам населения, использованию мобильных рентгенкомплексов в районах края. На этом врачи-фтизиатры не намерены останавливаться в планах свести туберкулез на нет, в том числе и среди людей без определенного места жительства. К слову, именно этот контингент больше всего и подвержен заражению туберкулезом. В конце этого года планируется приобретение также девяти флюорографов, которые будут работать по районам Забайкальского края, в том числе и в городе Чите. Эти мобильные флюорографы приблизят диагностику к населению и намерены проводить межведомственные акции совместно с органами социальной защиты, с полицией по как раз обследованию лиц без определенного места жительства, лиц, ведущих социальный образ жизни, потому что они сегодня несут серьезную угрозу. И это только цветочки. В Чите планируется строительство нового фтизиопульмонологического центра на 250 коек. В нем будет оказываться помощь не только больным туберкулезам, но и пациентам с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. В перспективе в новую больницу будут приезжать врачи со всего Дальнего Востока, чтобы учиться и обмениваться опытом. Только так общими усилиями удастся добиться главной цели российских врачей-фтизиаторов полностью ликвидировать туберкулез к 2030 году.